Андрей, информация из блога правозащитника Андрея Бабушкина. Около 20% заключенных в России сидят незаслуженно или за более тяжкие преступления, которых они не совершали. 120 тысяч человек в нашей большой стране сидят просто так, по сфабрикованным делам. Это вообще реальные цифры? Я думаю, что эти цифры не просто реальные, они занижены. Дело в том, что по официальной статистике, даже не брать СПЧ, а официальную статистику Верховного суда, то по прошлому году у нас 0,3% оправдательных приговоров по России. Всего 0,3%. Из всех уголовных? Из всех уголовных. То есть 99,7% сели и только 0,3% вышли. То есть подозреваемый в нашей системе практически равно заключенный. Как сказал один следователь, очень важно, как вы приезжаете в суд. Если вы сами приезжаете, то это одна история. Если вас привозят, то, как правило, вас и увезут. То есть это позиция следствия. То есть уже изначально понятно, что если даже дело труднодоказуемое или дело нуждается в проверке, в уточнении, человека засовывают в следственный изолятор, где он теряет практически все права. То есть там уже могут его пытать, создать в карцер, использовать всевозможные психологические, физиологические давления на него. В результате он сознается в том, даже что он не совершал. И как только он, соответственно, согласится с тем, что он совершил то, что он не совершал, в особом порядке дело будет рассмотрено, будет признан виновным и оправдан, собственно говоря, в Сибирь, или в Магадан, или еще куда-то для отбывания наказания. Поэтому если случается такая история, что вдруг по каким-то причинам человек попадает, даже не то, что в следственный институт, а вообще в ОВД или в следственный комитет, то, безусловно, нужно искать профессионального защитника, который на этом этапе, на первом этапе может вас отбить, помочь вам и не допустить нарушения ваших прав. Ты сказал, важно, как приезжают, сами или их там привозят. На прошлой неделе в Истринском городском суде отец и сын приехали на какое-то заседание на своих автомобилях, в хороших рубашках свежих, с светлыми лицами, и их, грубо говоря, закрыли прямо в зале суда, и отца, и сына. Это что такое? Просчет в плане выбора адвоката? Или как-то система неправильно работает? Почему они приехали, ничего не подозревая на заседание суда, а вот их увезли таким образом? Но это вопрос такой обывательский. Для меня просто, как для обывателя, такая ситуация дикость. На самом деле суд действительно может и без ходатайства следствия или дознания принять такую меру, как арест. Обычно это принимается в особо случаях, если идет переквалификация. Ну, условно говоря, они приехали как свидетели в процессе допроса, как свидетели выяснилось, что они причастны к данному правонарушению. И объективно являются все участниками, не как сторона, которая смотрела, а как активный участник. Естественно, суд имеет право переквалифицировать на месте и признать их там уже подозреваемым в чем-то. А подозреваемым в чем-то можно уже арестовать. То есть до обвинения еще надо дойти, а подозреваемый может быть арестован в рамках и собственно основного суда, то есть до принятия решения по существу. То есть если человек приглашен на заседание суда в качестве свидетеля, все-таки уже лучше в этот момент озаботиться наличием адвоката, да? Я вообще считаю, что если дело уголовное, вообще не ходить никуда самостоятельно. Почему? Потому что вопросы бывают каверсные. Иногда говорят, ну возьмите какую-то вещь. Человек уберет просто, он говорит, ну а теперь положите на место. Потом эта вещь используется как вещдок, потому что есть уже отпечатки пальцев ваших. Поэтому если вам предлагают открыть бардачок или еще что-то сделать, пусть это делают сами сотрудники полиции. А для чего они это делают? Ну как для чего? Ну во-первых, того, чтобы если, допустим, вы вдруг как-то себя ведете, сценивая автомобиль, вы такой грамотный, такой умный, начинаете кавайкачать права, естественно, их это злит и хочется вам отомстить. А естественно, вы в любой момент, как бы, осмотр вашего автомобиля, хочу напомнить, что это должно быть в производстве понятых, ну как бы мало кто об этом знает, и соответственно, они досматривают автомобиль и что-то сами кладут, и что-то сами находят. Или один может положить, а второй может это найти. И вот уже по факту того, что там нашли, вот начинаются проблемы. Поэтому в любом случае, вот если вы на трассе, если вы один едете в машине, лучше, естественно, определенно корректно, лучше там, ну не знаю, не провоцировать сотрудников на то, чтобы они не вас подставили. Не так давно внимание общественности привлекли записи сотового телефона следователя Можайского УВД, где она откровенно с коллегами делится подробностями фабрикации одного уголовного дела, в рамках которого двое мужчин получили 7 и 8 лет. То есть получается, становясь фигурантом уголовного дела, гражданин абсолютно беззащитен перед органами следствия. Любой человек нуждается в правовой поддержке не с точки зрения того, что он не понимает, что происходит. Он находится в стрессовой ситуации, ему тяжело, не осознает, не понимает, отвечает честно на вопросы, собственно, пытается прояснить, помочь следствию. В этот момент следствие выстраивает другую логику. Логика событийная простая. Вы здесь, потому что вы должны сесть. А если вы должны сесть, вы должны подобрать состав такой, чтобы это было наверняка. Я могу привести пример. Сейчас не буду называть фамилии, но дело активное. Статья тяжелая, 131-е изнасилование. Проходит это следствие в городском округе Истром. В изнасиловании обвиняются люди, которые сняли проститутку. То есть изнасиловали проститутку. То есть они ее, собственно говоря, сняли, заплатили ей деньги. Ну, соответственно, свершили те действия, о которых они с ней договорились. А с утра женщина вышла и писала заявление. Но проституция ведь у нас тоже вне закона. Она вне закона, она, собственно говоря, и привлекалась к административной ответственности. В прошлом это уже стало известно нам, защитникам, кто ведет данное дело. Но сам факт, что по таким основаниям, хотя отрицательная экспертиза на изнасилование, люди находят в следственном изоляторе. Более 9 месяцев. И, скорее всего, даже при том условии, что изнасилование, как само действие, может быть, не доказано, то, как сказал один мудрый следователь, попытка изнасилования всегда докажет. Угу. Ясно. Группа лиц по предварительному сговору. Понятно. И ребята реально могут уехать по такой, даже сказать, тяжелой статье. Хотя мы сами прекрасно понимаем, что она туда приехала именно за этим. Вывод простой. Нельзя пользоваться услугами проституток. Или проверенных надо брать. Нам смешно, а вот ребята сидят, рассказывают это, причем вот так по-серьезному. И вот смотришь, думаешь, неужели это вот такая вот может быть правда. Я расскажу более интересный случай. Закончился уже процесс в июле этого года. Уже есть приговор по 318 статье. Это статья нанесения повреждений и так далее, сопротивления сотрудникам полиции при исполнении их служебных обязанностей. Вы не поверите, рецидивистами оказались граждане Узбекистана. То есть, вы представляете, насколько они осмелели, ну, с точки зрения следствия, безусловно, что они напали от своих сотрудников полиции. Дело все происходило за городом, в одном из строящихся домов, куда вдруг неожиданно приехала целая бригада сотрудников полиции. Объяснить в суде, что они там делали, и как приехали, не смогли. Видимо, мотив был другой, а сказать какой, я думаю, все сами понимают, почему они туда поехали. Ездили туда, видимо, регулярно. И вот этот день был день рождения одного из, собственно говоря, страдальцев, которые 10 месяцев провели в следственном изоляторе и были отпущены в зале суда. А дело все начиналось с того, что они приехали, и мотивом, собственно, нападения, с логики сотрудников полиции, было нежелание предъявить документы. То есть, логика простая. Административку не хотим, побьем и сядем точно. То есть, логика такая была. И из самого обвинительного заключения следует следующее, что один из участников предъявил документы. Дальше фраза «упал», «лежал лицом вниз». «Применены спецсредства». То есть, человек упал, его сверху по вагонечкам попадал, значит, точно не встал. Лежал лицом вниз. И, внимание, дальше прямо по тексту обвинения. Нанес из этой позиции удар ногой в волосистую часть головы рядом стоящего сотрудника полиции. Вот я прокурору в судебном процессе предложил это продемонстрировать. Как лежа лицом вниз можно ударить в затылок. Это узбекский джеки-чан. Да, это просто был какой-то удар телекинеза просто. И результатом стало приглашение адвокатского корпуса к судье, где судья примерно сказал следующее. Ну, что же мы будем делать? На, соответственно, ну, ваша честь, ну, как бы это же вырешение выносить. На что было сказано? Мне бы не хотелось, чтобы вы их обжаловали. Типа, давайте это дело похороним прямо вот в суде. Вот я сейчас их выпущу за отбытом. То есть я признаю их виновными. Но виновными ровно настолько, сколько они уже отсидели. Да, и они выйдут в зале суда. Типа, и вам хорошо, и дело закрыто, и вроде как все замечательно. Так оно и получилось. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, вот им все равно. Вот там списать какое-то уголовное преступление, которое висит давно и не расследуется. Тут какой-то бедолага подворачивается. О, прекрасно, отлично, на него все испишем. Ну, неужели все так цинично? Абсолютно. Абсолютно. Я вам даже больше скажу, что в самих изоляторах вся система заточена на исполнение поручения следствия. То есть следователь скажет, так, закрой Ваську там в карцер, на 10 дней, пусть он подумает. Ну, пусть с ним придут ваши, так сказать, активисты, и еще с ним поработают, чтобы у него, так сказать, дурь его из головы вышла. Иногда угрожают, чтобы отказались от адвокатов, потому что адвокаты задают неудобные вопросы, и в результате, как вы сказали, что там я читал, собственно говоря, это дело, начинается сомнение у следствия, начинают дрожать ручки и ножки. Вот, правильно ли мы все делаем, о чем все кончится. Но во всех этих вопросах точку ставит суд. Он говорит, все было классно. Точно они. И с этого момента следствие уже успокоилось. Все, их, как бы, версию поддержал суд. Суд исследовал доказательства в процессе, и, соответственно, вынес справедливое, обоснованное решение. Кстати, судьи выносят решение, руководствуясь федеральным законом и внутренним убеждением. Так вот, в моем представлении, в последнее время внутренние убеждения или убеждения телефонного звонка, они оказываются, собственно говоря, весомей, чем, собственно, сам закон. Потому что проблема не решается. Именно потому, что следствие слилось в юридическом экстазе с судьей, прокурором и даже адвокатами. К сожалению, адвокаты, приходящие по 51-й статье, они, как правило, подыгрывают следствию и делают все возможное, чтобы следствие выиграло процесс на начальном этапе. Почему, спросите вы, я отвечу очень просто. Дело в том, что, как правило, это не очень удачливые адвокаты, которые не могут найти себе, ну, собственно говоря, заказы на свою профессиональную юридическую деятельность. И они получают такие заказы в следствии. То есть, им звонят, говорят, Вася, ну, приди ко мне, допросик надо подписать. А то приходят на допросик, там, соответственно, нарушаются права, там, может не быть переводчика, там, еще чего-то. Ну, адвокат подписывает протокол, говорит, все было правильно. И потом в процессе судья говорит, ну, а как же, там же был адвокат, почему вы не заявили их адвокату? А там некому было заявлять. Адвокат сидел, пил кофе, следователь писал свой протокол, потерпевшие там говорили одно, подозреваемый говорил третье, протокол отразили четвертое, в результате человек садится. Вот и все. А потом показания же перед допросом и меняют показания. Интересное дело, тоже вам скажу, завтра будет продление в суде. Оно начиналось с похищения, со 126 статьи. Следственный комитет вынес решение... А кто кого похитил? Ну, там ситуация такая, значит, два гражданина Таджикистана, там, или Узбекистана, работали через посредника, бригадира, такого же Таджикистана, Узбекистана с заказчиком. В какой-то момент деньги исчезли, и бригады остались без денег. И они приходят к нему как к посреднику и говорят, слушай, ну, мы работу выполнили, деньги-то отдай. Месяца два он их там так прессовал. В результате они к нему приезжают, встречаются с ним у нас в УФМСе, в Истринском районе. И там происходит диалог о том, что, дружище, пора бы тебе отдать эти деньги. Он говорит, да не вопрос, сейчас поедем, конечно. Выходит вместе из УФМС, в результате у них приходит потасовка такая-то, и там потолкались. В результате подходит третий, вот, соответственно, говорит, что у вас случилось. Получает за вопрос по голове, значит, и куда лезешь, не твой вопрос. Соответственно, у них между третьим происходит драка. И в результате, значит, они решают поехать попить чаю, забраться в ситуацию, в некое заведение. Следствие это трактует, что был похищен под угрозой расправы, вымогал деньги. И квалифицируют это по статье второй, части второй, статье 163. То есть, вымогательство группы лиц, и оба, так сказать, товарища уезжают. На попытки и доказательства в том, что это их собственность, их деньги, и, собственно говоря, он должен был их отдать, следствие не возымело, собственно, никаких деяний. Так вот, по 126, якобы, в похищении, следственный комитет выносит отказ, возбуждается по 163. Дальше идет расследование. Дальше, поскольку дело, ну, как в узбеке же, кто его защищать-то будет? Да никто. Да никто не будет защищать. Нас нанимают на 217, то есть, на ознакомление с делом, и мы приезжаем знакомиться с материалами. Так вот, когда следователь узнал, что в дело вступили адвокаты, 217 была подписана за одним числом. Там даже адвокат тоже один, не буду фамилию называть его, Истринский наш, успел подписать. На вопрос, где ты был в воскресенье, и как ты умудрился подписать протокол ознакомления по 217? В воскресенье, когда закрыт был и следственный изолятор, а доставка была только в понедельник. Как вы умудрились провести эту 217 статью? С кем вы ее проводили? Весь журнал взять и следственный изолятор и понять, что вас там не было, а они там даже с переводчиком оказались. То есть, все втроем не спали в воскресенье, проснулись, думали, поедем-ка мы в Волоколамск, в следственный изолятор, проведем-ка мы 217, скушен нам в воскресенье. Долг. Долг зовет, да. И когда следствию стало известно, что у меня два протокола, то есть, у меня есть подтверждение, что фабрикация была, то, что протокол ознакомления подписан был не мог в воскресенье, а только мог подписаться в понедельник, происходит загадочная вещь. Дело изымает прокуратура. И там оно морозится два месяца, оно морозится, это дело. После чего прокурор вдруг осознает и говорит, слушайте, тут какая-то 63-я, а мне кажется, что здесь 126-я. И отменяет постановление спустя три месяца, отменяет постановление в отказе от возбуждения уголовного дела по 126-й и направляет на повторное расследование, собственно говоря, в следственный комитет. Для чего они это сделали? Все очень просто. Похоронить 217-й протокол, по 217-й статье, которую они фабриковали. Они прекрасно понимают, что неповторно будет выходить на 217-ю, по новому обвинению, будет передопрос, да. И они похоронят улику. А потом судья скажут, о чем вы разговариваете, у нас совершенно другая квалификация. О чем вы? О чем? Не-не-не-не, не было ничего такого. Вы путаете это все. Так вот, на последнем продлении в сентябре судья задается вопрос, а в качестве кого вы продлеваете меру? Если 126-й нет еще. Они говорят, по 163-й. Откуда 163-й-то у вас взялась, если у вас переквалификация на 126-й? Вы же сами написали. Знаете, что судья сказал? Он сказал, говорит, я извиняюсь, говорит, не для протокола, но мне, говорит, одна голова. Я, говорит, ответственность не возьму. За трупы их сегодня выпустить в зале суда. Вот и все. На всякий случай. Да вот просто. И более самое неприятное, что за полтора месяца, которые продлили этот арест, ничего не происходило. Ни допросов, никаких экспертист, ничего. Завтра будет очередное продление. Что же на этот раз придумает следствие? Почему они третий раз по одним и тем же основаниям продлевают арест? Что на 163-ю опять повторно? Может, скоро год они сидят просто так? В следственные мазариаты реактивно ходят активисты и склоняют ребят на 330-ю. То есть это самоуправство. Типа, давайте вы признайте по 330-й. Мы поняли, что 163-ю мы запороли сами. 126-ю по глупости отказал Следственный комитет. Давайте хоть 330-ю вам. Ну, хоть сядьте по какой-то статье. Вы же не можете просто так выйти. Это же компенсация. Да вы что? Узбеки компенсацию получат. А что такое компенсация? За каждый день, проведенный следственным мазариатом незаконно, вам полагается денежка. От государства? От государства. Как приятно. Да, но это чтобы получить, надо пройти еще 7 кругов фада. А как это технически происходит? Технически, нужно обратиться в суд. Так. И сказать, что... Ну, сначала приговор получить оправдательный. Для начала, что попасть в 0,3%, то есть вы счастливчик. Вот. И после этого сказать, что вот, собственно говоря... И прокурор пишет вам, когда вам уже дело проходит, оправдательный приговор, что имеет право на реабилитацию. И после того, как вы это право получили, вы, собственно, подаете в суд. И вам там за каждый день, там расчет есть, считают, собственно говоря, вот прям по дням, сколько вам должно денежек заплатить. И вам, естественно, их потом выплачивают. Кто? Государству, конечно. Ну, в лице кого? Я не понимаю. Но приглашают куда? В Кремль или что? Или на карточку переводят? Просто переводят. Скорее всего, это и судейского департамента плата происходит. Вот. И, соответственно, просто получать деньги, понимаете, через бюджет. Какого ведомства вам физически это перечислить? Минюс там или там, Министерство финансов, вам будет без разницы. Конечно. Вопрос, как часто вы сталкиваетесь с фабрикацией уголовных дел в городском округе Истра? Он как бы отпадает сам собой. Получается, что 99,7% дел сфабрикованы, правильно? Я не скажу, что не 99%. Есть, конечно, реальные дела. Вот там, не знаю, человек взял, там, ножом от нас выстребил, да, там, девочку там пырнул, да. Ну, факт есть. Бывают, конечно, ну, то ли мы вменяем, не вменяем. Это уж второй вопрос, да, ну, он совершил это противоправное действие. Иди говорить, что прям все, 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 все. Ну, конечно, нет. Безусловно, что какой-то процент дел вообще выдумано на ровном месте из-за того, что кто-то обиделся. Ну, как, допустим, по 318-й там. Сводят счеты. Участковый обиделся и говорит, ну, все, тогда вас посажу. Это не очень большой процент, но он есть. А вторая история, когда вот дело нужно расследовать, а вот нету товарища, некого вот. Тогда и не смотрят пока. Так то, что ближе всего-то было, вон Васька ходит, так, гребите Ваську. И Васька выребил по принципу, что он был ближе к преступлению, чем другие. То есть, у него не совершал. Ну, нам надо его закрыть. Нам все равно, что это будет там, что там Петр Петрович там сбежал. Ну, дело мы закроем. Будет Петр Николаевич. Какая разница? Главное дело закрыть. Висяки не нужны, понимаете? Не нужны. И плюс нужно раскрываемость показать. Большую, хорошую. То есть, отчетная статистика, это не просто народная молва, а вполне реальная. Это, да, это такая самая главная, мне кажется, парадигма, в которой живет, собственно, наследственные органы. Им главное, чтобы вот был, как говорится, был бы человек статья найдется. Да, это известная фраза. Поэтому, они же именно по этому принципу. И вот то, что вы говорили там в Можайске, да, там есть всякая ситуация такая, что люди, тем более, один из них, если девиз кроликов, в прошлом имел там уже судимость по этой статье, вот так вот он родил. Так это же он и есть. И никто судей не будет заморачиваться. Расследовать что-то, смотреть что-то. Зачем? Ну вот же он. Мы его осудили уже два раза незаконно. Ну, значит, и третий раз посидит. У нас большая проблема, что суды, вот есть такая презумпция, да, доверять следствию. А с чего мы должны доверять следствию? Почему должны доверять следствию? Ну, ты не объясняй. Система сама по себе карательная. И даже люди, которые уже попали туда, безусловно, они не перевоспитаются. Они становятся загринелыми, зрелыми. И, наверное, если это настоящие преступники, они поймут, где они, собственно говоря, отступили, что их поймали. И, безусловно, когда они выйдут, они попробуют, соответственно, еще раз решить преступление с учетом своих старых ошибок. Есть такие дела уголовные, от которых вы отказывались? Ну, по каким-то этическим соображениям, например. Да, были такие дела. И, собственно говоря, я не очень люблю дела, связанные с насилием. Ну, убийства, например. Кроме правового обла... Убийства разные бывают. Бывают, бывает, что 111, например, это нанесение тяжких телесных, а учащаясь четвертая, привлекшая к смерти. По принципе, по квалификации похоже на 109, когда убийство по неосторожности. Но, собственно, ответственность по 109 легче, чем по 111, чаще четвертый. На самом деле, вопрос к квалификации. И можно и так, и так посмотреть на вопрос. Но эти дела, как правило, они бывают интересны с точки зрения мотива. Убийство бывает на почве ревности, еще, наверное, из корыстных побуждений, имущественного характера и так далее. Вот эти дела, они такие вот. То есть, по большому счету, это не очень здоровые люди. Но вам приходится их защищать. Возвращаясь к вот этому аспекту квалификации дел, статей. Вот буквально тут совсем недавно вся страна активно обсуждала похождения футболистов. Вот. Мамаева и Кокорина. И там звучат в СМИ различные формулировки, статьи причинение вреда здоровью, побои, хулиганство. Вот объясните нам, в чем разница этих статей? И почему за хулиганство статья жестче, чем за побои? Казалось бы, побои звучат как-то даже, ну, серьезнее. Побои, это, как правило, считается статьей частного обвинения. Это, как правило, действия, которые не сопряжены с получением каких-либо тяжких, там, средних повреждений, да, которые влияют на, собственно говоря, дальнейшую жизнь. И побои, это вот, ну, это два человека, которые, там, не знаю, муж побил жену, жена побила мужа. Татья достаточно такая, она не, ну, с точки зрения квалификации, она не тяжелая. Если мы говорим о причинении вреда, то там есть градация, да, то есть, соответственно, есть тяжкий вред, средний вред, легкий вред. От чего это зависит? Там какие-то медицинские показатели? Да, там есть медицинские показатели, есть, собственно, приказ министерства, который квалифицирует повреждения и квалификацию по ним. То есть, статья, например, тяжкие телесные, да, это 111-я, она вообще может, там, до 15 лет, если это человек четвертая, в результате человек умер, до 15 лет лишения свободы. Что касается хулиганства, хулиганство, это всегда публичная история, это вот публичное обвинение, да, почему она более тяжкая? Потому что хулиганские действия, они направлены против, ну, в общем-то, всех. То есть, мы как бы, он это как провокация, да, а вот мы можем так, а вот мы можем изрисовать, а мы можем исписать, то есть, это вызов обществу. Поэтому и, соответственно, тяжесть определяет, что она более тяжкая статья, чем побои. И помимо того, что вот, да, указаны лица, я пока не берусь брать за квалификацию, что в итоге там останется, думаю, что действительно хулиганство она преобладает с точки зрения того, что это сделано было публично и, соответственно, они ожидали и хотели, совершая данные действия, чтобы эту тему обсуждали. Могут быть, их подзабыли. Ну, ваш прогноз по этому делу закроет их? Их уже закрыли. Ну, да, но там до 8 декабря, а дальше? Я думаю, будет продление, в лучшем случае, если они очень хорошо заплатят, они получат, ну, они получат реальный срок будет, но будет условный. Семья поедания ранее не судимые, там условно года два, скажут счастье вам, хотите, отмечайтесь. Но в случае, если будет повтор, их реально упекут и тут без вариантов. На самом деле, я считаю, что не должно быть исключение из правил. Вот правило должно быть для всех. Люди, если не умеют пить, не надо пить. Или пейте дома, бейте посуду. Почему окружающие должны страдать от вашего, так сказать, эго? Да, но все равно кто ты есть. Ты должен быть человеком прежде всего. А потом уже, там, ты футболист, актер или певец. Последний вопрос у меня. Слышали что-то вот о деле Александра Шестуна, главы Серпуховского района? Да, слышал. Что-то можете сказать? Вот есть ли там признаки, признаки какие-то, фабрикации, дело? Он же мятежный достаточно чиновник. В деле Шестуна мы видим, собственно, всю нашу Россию. Бесправную, молчаливую. Дело в том, что я лично не знаю его, я знаю очень хорошо людей, которые дружат с ним очень много лет. Я не знаю, вот именно подписывал он что-то, не подписывал. Но меня несколько факторов напрягают. Первый фактор, это то, что это было сделано в канун выборов, то есть человеку не дали выдвинуться. Это первый, как бы у меня лакмус. Странное совпадение, да? Второй момент, выдвинули достаточно жестко, закрутили, увезли. И сейчас, я думаю, другая проблема. Дело в том, что действительно, там ту фабула обвинения, которую они ему инкриминируют, по ним уже было судебное разбирательство. И очень тяжело им как-то квалифицировать деяния. Я думаю, что они ему дадут 330-е какому-то самоуправству по итогу и выпустят за отбытом. Но он уже, а, осужденный. И, б, вне политической борьбы. Вне политической борьбы. То есть они нейтрализовали таким образом. Действительно, сегодня уголовно-процессуальная наша система, она может быть исполнителем политических решений, к сожалению. И с этим мы ничего не поделаем. И люди, которые занимаются политикой, собственно, как и я сам, тоже мы понимаем, что всегда, всегда надо быть на чеку. И всегда могут тебя обвинить в чем-то. Если ты перешел уж совсем большие интересы, а в данном случае он выпустил серьезное видео, в котором обвинил фактически в угрозе своей жизни со стороны серьезных правоохранителей, администрацию президента. Соответственно, это не могло не остаться в незамеченном раз. Он перешел просто в грани личного, в моем понимании. Он мог критиковать их, конечно, всех, но называть фамилии, писать разговоры – это перебор. Надо как-то было договариваться. Тем более, не то время, чтобы, как говорится, махать шашкой. Тем более, у него 5 детей. О чем он думал? Нет. Если я его категорически не поддерживаю, именно в решении так пойти, потому что жена, дети, а им что делать? Им-то что делать? И выйдет он стариком подломленным оттуда, да? Уже. Мы же видим, что он поменялся. И визуально, и вообще. Держаться хабрецом, бойцом, чтобы в фейсбуке лайки ставили. Ну, это как бы, знаете, для меня там количество… Ну, как, за свою правду до конца. Да. А кому нужна эта правда, Алексей? Кому нужна эта правда, если твои дети страдают? Из Первомайского нам еще жители пишут. Да? Соскучились по вам. Политические обещания надо выполнять. Вот. Оценщиков нет, комиссии нет. Вы собираетесь к ним еще туда? Собираюсь.